перекрытие видите попадали так что здесь уже как бы нежелательно находиться оставшийся металл по вытаскивали а почем картошка ну такая средняя пацаны что наловили а на что ловили на червя а ну покажи улов привет сегодня не будет ни красивых парка щербакова не бульвара пушкина не набережной сегодня будет западная окраина донецка сейчас я нахожусь в микрорайоне жил площадка это петровский район самая западная точка города донецка покажу как живут люди на окраинах простой обычный влог справа кто помнит кто не знает расскажу раньше здесь была столовая от шахты трудовской но сейчас она вот таком состоянии чуть попозже здесь был ночной клуб гороскоп кафешка а сейчас она вот в таком состоянии проводили люди банкеты перекрытие видите попадали так что здесь уже как бы нежелательно находиться до время прошло время ушло и вот в таком все виде находится все сгнило сгорела оставшиеся металл по вытаскивали и по сдавали металлоприемку вот видите здесь проведу экскурсию вам небольшую то кухня печки стояли выпекали там тут более-менее потолок нормальном еще состоянии вот так он выглядит для промывания гарниров здесь люди обедали шахты это была столовая когда-то давно эти и печки выпекали что-то терморегуляторы вот такая вот у нас сегодняшняя экскурсия будет не будет сегодня ни цветочков не клумб не красивых пейзажов а будет вот такой видеоролик идем дальше перекресток и туда дорога идет сам центр жилплощадки по самая центральная улица в этом микрорайоне тут остановка остановка называется трудовчанка видите какие фрески и нарисован здесь шахтер продвигаемся дальше справа ларек здесь вечером ребята выходят и отдыхают общаются на разные темы ну и конечно кафешка по поводу транспорта здесь всего лишь 60 а 60 б ходит в сторону трудовских и в сторону петровки вот там видите пазик отправляется интервал маршрута порядка 20 20 минут 25 может осень в самом разгаре продают картошку а почем картошка ну такая средняя ах откуда привезенная брянск я понял спасибо картошка разная вот к примеру я ездил на овощную базу покупал картошку по 17 рублей здесь продают по 25 27 людей на окраинах не так много как в центре города ну многие просили многие очень хотели увидеть как живут здесь люди ну пройдемся прогуляемся тем более я в этих местах родился вырос ходил в школу для меня здесь все знакомо каждый уголок я знаю это петровка вот как раз 60 едет в сторону центра города у оттуда можно пересесть на 42 маршрут в основном съедут на псих больницу но люди в масках водитель в маске здесь поставили хлебный ларек и слева там у нас тоже будет магазин вот цена хлеба везде одинаковая нет смысла сравнивать вот так вот 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 ну а справа это стадион здесь играли футбол раньше но сейчас за стадионом ухаживает ну соответственно когда никогда приходят и играют здесь футбол вот таком он сейчас состоянии у ворота закрыты ну можно будет заехать дальше школа и с левой стороны бурса пт у училище кто как называет от шахты здесь получали профессию и устраивались кто на шахту кто на заводы чуть дальше там уже идет 7 кто знает но мы пройдемся в сторону клуба я хочу вам показать красоту окраины донецка немножко с другого ракурса там где красиво там где никого нет вот такая пустота на окраинах это школьный стадион турники и брусья здесь общага и садик тут тоже общежитие раньше получали книжки там кто состоял в библиотеке на балансе и будем спускаться вниз сам этот микрорайон небольшой людей здесь проживает на данный момент не очень много все повыезжали ближе к центру города так как с окраины проблематично добираться вот там бомбоубежище но уже оно давненько не работает сам микрорайон небольшой по размеру там дальше поля и красногоровка с маринкой буквально через поле там уже другие города находятся с оттуда мы начинали наш видеоролик а здесь продолжаем я хочу вам показать одно из самых красивых мест в донецке это арка из деревьев здесь не сильно хорошо видно тут вдоль дороги посажены каштаны и когда у каштанов еще листья не опали то они украшают такой миниаркой дорогу сейчас мы чуть поближе подойдем к десятовским столкам я вам покажу так здесь красиво приехал на окраину поэтому получаете окраину а то показываю вам центр донецка да надо ну надо не забывать те места в которых я родился но может быть еще в комментариях вы мне напишите что-то еще показать здесь парк тоже все заросло там клуб проходил выпускной проходили все школьные мероприятия в этом клубе но к сожалению сейчас он не работает вот так идем на окраине этого мне центр города для людей много транспорт ходит транспорт двигается какая-то жизнь а жизнь на окраине немножко другая вот так и живут люди в принципе по продуктам здесь все есть как и везде у цены приблизительно те же рынки магазины цены вам уже надоели поэтому хочу просто прогуляться вот показать все как есть без преувеличений подышать воздухом по крайней мере я подышу а вы увидите мы отправляемся в сторону десятовских столков здесь они соединяются аж через речки через ставки через дамбы через плотины с кураховским водохранилищем и вот это вот магистраль рек идет по самой окраине донецка на остановках убрано на остановках чисто дорога здесь латается вот принципе вот так на остановки ну там на жилухи где трудовчанка урны стоят но здесь урны сожалению нет дк шахта трудовская это все поселок здесь частный сектор и люди живут вот вот так таких условиях принципе магазины есть что касается больницы то больницу сейчас открыли на трудовских она раньше была на 10 осуществлялся прием врачей с этого микрорайона ну цель у нас показать самые красивые места не только все самое худшее что есть донецке по виду но и также красоту я думаю сейчас вы все увидите уже вдали не знаю как вам здесь все видно ну пацаны идут с рыбалки что ли пацаны что на ловили она что ловили на червях а ну покажи улов обама да удочка у тебя такая прикольная друг да а там ловит сейчас рыбу нет сейчас никого не видно котика это вы под собрали вдруг монстр какой-то клюнь сейчас школу не ходите каникулы я понял ну давайте пацаны удачи занимаются рыболовством но что еще делать здесь много делается фотографий потому что здесь очень красиво но немножко я опоздал большинство листья уже попадали и не так это все смотрится но в реальности здесь намного круче видите вот такая арка из деревьев по бокам здесь все убрано я кстати в одном из видео роликов показывал здесь коммунальщики убирают и вот такая вот красота идем дальше покажу вам также достопримечательность донецка это терриконы терриконы это визитная карточка донбасса так как донбасс край шахтеров поэтому горы окружают везде внизу чуть чуть дальше мы подойдем к самому высокому террикону города донецка это шахты челюскинцев высота его достигает более 100 метров но если кому интересно в гугле можете перепроверить террикон шахты челюскинцев хотя терриконы не рекомендуют насыпать выше 100 метров так как они со временем из-за внешней окружающей среды оседают опадают и вокруг сползает поэтому образовываются там пустоты и нежелательно их вообще посещать так сдалека посмотрели и все почему этот образовался поселок ни для кого не секрет что раньше когда не было особых построек все строилось возле предприятий поэтому образовывались поселки также строились города возле речек возле полян там где можно было заниматься домашним хозяйством то есть недалеко все рядом все под рукой поэтому и строились поселки так и образовался микрорайон жилплощадка есть также еще в донецке площадке 1 2 но это в куйбышевском районе здесь же жилплощадка поэтому не путайте вот она в таком печальном состоянии здесь ставки это ставки считаются десятые свинарник и сейчас я вам покажу округу вот как раз два террикона стоит а чуть дальше там еще один давайте спустимся пройдемся вдоль этих столков здесь стоит перелив то есть как сообщающие сосуды если уровень воды больше там то соответственно вода переливается в эту сторону здесь летом отдыхают купаются там чуть дальше я покажу вам пляж а это как раз эта труба которая периодически забивается и уровень там становится больше и начинает выходить в сторону посадки видите вот такой здесь небольшой водопад сейчас поближе я вам покажу его рыба здесь есть но ее очень мало слева и справа нас будет окружать посадки искусственные насаждения там чуть дальше находится кладбище когда я здесь еще раз это кладбище занимало буквально 100 на 100 метров один гектар а сейчас там уже растянулась бог знает куда поэтому как то так тут кладбище принципе на петровке не сильно много одно на трудовских но второе здесь так это у нас тоже уровень воды немного упал видите сегодня был заморозок и и ней на камыше так что уже холодно вот как раз мы подходим к этому пляжу где люди купаются отдыхают в летний период понятно что сейчас тут никого не будет один я только брожу ну всем интересно походить по таким местам многие люди которые живут в центре города частности донецка вообще о таких местах и вряд ли знают хотя вот вода чистая все видно здесь одно время люди ловили амуров до 12 килограмм вот на том ставке а раньше здесь занимались запуском рыбы в принципе лет двадцать назад в любой ставок в любую речку вы удочку закиньте и по-любому пару-тройку карасей вы поймаете а сейчас вы можете поймать он как пацаны только обаму идем дальше вот как раз это пляж есть песок был насыпан немного в основном тут все купались хотя места здесь не оборудованы идем дальше вот еще вам вид на терриконы то есть мы жилплощадку обошли с другой стороны тут подъездов очень много развязка здесь интересная то есть с этого места кто местный может выехать без проблем в любую точку петровки практически через разные там дороги ходы поэтому ну как и везде принципе кто где вырос родился я эти места облазил вдоль и поперек поэтому здесь все я знаю ну конечно без мусора куда урны здесь нету а люди собой не забирают и поэтому вот в таких кустарниках местах где люди отдыхают лежат в мусоре вот то есть эта проблема а любого города любой страны любой цивилизации ну такая у нас сегодня получилось интересная увлекательная экскурсия по самой западной точке окраины донецка здесь донецк заканчивается поэтому комментируйте ставьте лайки тем самым вы поддерживаете автора ему приятно но вам контент может для кого-то это будет информация полезная увлекательная познавательная спасибо вам за поддержку здесь первая часть ставка заканчивается и точно такая труба стоит на переливе сейчас вам поближе подойду покажу ее лет 15 назад может 10 я здесь рыбу ловил даже приезжал на велосипеде у тут оставлял и закидывал удочку не помню два или три карасика вот таких поймал ну вот это еще ставок здесь обсыпали чем-то вот такой вид на десятовский ставок вот труба там дальше идет продолжение сторону курахова соединяется это все по водным артериям здесь такой тоже перелив то есть все сделано так чтобы оттуда переливалась вода сюда а здесь соответственно вода пойдет так дальше соответственно здесь самая высокая точка в этом районе поэтому когда это все дело проектировали не знаю мост этот искусственный не искусственный у меня еще тогда не было когда это все делали и так она сейчас выглядит сейчас мы выходим с другой стороны и отправляемся в сторону частного сектора хочу вам показать еще внутри посадочку здесь деревьев очень много в центре города столько лесопосадок вы не увидите и тут все время нужно ходить по протоптанным местам вот эта дорожка и она выходит аж туда на поселок тут и запах другой чувствуете круто очень круто большие высокие деревья ну это все искусственно насаживали выходим отсюда сторону бедняцкого поселка ходов здесь очень много поэтому кто не местный тот сто процентов заблудится ягоды растут похоже на черемуху напишите в комментариях что это за ягода съедобная она или нет эти осыпается вот так и живут вот так и живут тут проезд только на велосипеде либо на внедорожнике хорошим с высоким клиренсом пахнет коровами свиньями тут держат домашнее хозяйство курей ну частный сектор ну и куда же без собак собаки везде в детстве всегда боялись в эту сторону ходить так как бывает идешь калитка у человека не закрыта вот такой волкодав в пол твоего роста выбегает и начинает о кися ну как тебе тут живется на окраине петровки ты петровский котик красавчик у меня к тебе и даже покушать нечего нет какой хороший подписчикам привет передай малыш не я не твоя мамка у меня уже код есть кошка дома здесь и присутствует как и одноэтажные таки двух ну и такие вентиляционные отверстия тоже присутствуют это петровка тут вообще участок один из самых больших в этой плоскости в площади забор тянется на большое расстояние котов собак здесь много в центре города нет такого вообще что то кися там тоже кстати стабок и бегит где-то вода ну канализация выходим обратно на дорогу такие елки здесь посажены давным-давно красиво я не знаю сколько лет наверное 30 уже елки и сосны долго растут но и украшают запах классный кися тут все на петровке коты приветливые да малышка как тебя зовут мем отвечает ну здесь начинается ряд улиц по этому поселку сегодня мы погуляли по западной окраине донецка петровский район микрорайон жилплощадка если вам понравился этот видеоролик ставьте палец вверх пишите внизу ваши комментарии ну а с вами на канале был виконста до новых встреч пока